Славянская радио Продолжаем разговор У нас еще больше 20 вопросов, если мы будем отвечать так развернуто Хорошо, давайте стараться коротко, благодарю за поправку, буду коротко Вопрос эфир от солнца, Михаил Здравия В названии темы эфира есть такие слова Как понять, что вы на верном пути? На верном пути куда? И второй вопрос Полезно ли женщинам заниматься йогой, цигун и подобными телесными практиками и почему? Здравия солнца Повторюсь На верном пути хоть куда Так как все пути и все практики сопряжены с какой-то хотя бы работой с телом Ну даже если просто вам говорят Ляжьте, закройте глаза Ну вы глаза, закрыть глаза там Это уже работа с телом Если вы какую-то сидячую хотя бы медитацию делаете Даже хотя бы духовной практики То все равно вы находитесь в теле И соответственно вы должны быть уверены, что тот аспект, который относится к положению тела, у вас правильный Вы должны быть в этом уверены Чтобы быть в этом уверены, надо погружать себя в некий экстрим Женщинам заниматься можно Йогой, цигун, но только правильной йогой Правильная йога, но на сегодняшний момент я вижу только у себя Простите за такую смелость и громкость высказываний В моих планах помогать инструкторам любых школ и направлений И славянских, и индийских, и китайских Ну хотя бы с правильной осанкой разобраться Я буду проводить тренинги Но пока вот я вижу, что у всех в этом пробел Коротко, хоть куда То есть неважно, на пути хоть куда И заниматься можно, но правильно Понятно Можно, но осторожно Андрей Бобров из Ютуба Я иногда танцую на работе И многие не понимают А мне так кажется, что танцы – это выдумка людей И я тоже человек И значит, это мой танец Люди думают, что надо выпить и танцевать Здравия, Владимир Ну что, я, во-первых, не вижу тут вопроса Я могу только сказать, что человек Как бы похвастался в хорошем смысле этого слова Своя здоровая психика Я поддерживаю И танцуйте, делайте все правильно Тут, по-моему, вопросов нет То есть можно просто за вас порадоваться И сказать, так держать И немножечко огорчиться за тех, кто не понимает Да, да Андрей Бобров, реплика из Ютуба У поваров сильный сколиоз Такое замечание от Андрея Дальше Вопрос эфира от Михаила из Москвы Михаил Владимирович Что можете посоветовать Волнует состояние одного близкого человека Который в своё время был лидером в компании И вообще достойным человеком А сейчас из-за неправильного женского влияния Делает много ошибок по жизни И не хочет замечать это Как ему помочь разобраться Или, возможно, это карма Это такая И он сам должен разобраться И исправить свои ошибки Благодарю Как бы задержать себя от пространного объяснения Ну, сразу по поводу кармы Коротко постараюсь Карма одновременно Это и семя, и плод Семя Вы всегда получаете какую-то информацию Или что-то делаете Даже когда вы ничего не делаете То есть у вас мышцы Если вы долго ничего не делаете Мышцы атрофируются Вот сейчас, в данный момент Вы имеете и плод, и семя Плод Всё, что вы делали до этого Привело вас к тому Что вы сейчас сидите и слушаете Славянское радио Читали нужные книжки Общались с нужными людьми И вы сделали выбор В это время Потратить вот это время На то, чтобы послушать Славянское радио Вы получили плод Одновременно вы получили семя Информацию, которую я вам дал И что вы будете с этим семенем Растопчить его Или позволите склевать птицам И забудете про ту информацию Какую я вам дал Или начнёте её применять То есть поливать семя И это семя даст вам другие плоды В которых также есть семя И которые можно опять идти Дальше отталкиваться И что-то получать Вот с вашим другом То же самое Он, конечно же Это карма То есть он Имеет результат Каких-то своих действий Каких-то выборов То есть спасти с друзьями Либо попасть Ну или там Послушать друзей Либо послушать женщину И, ну на ваш взгляд Неправильное влияние Получить То есть он Определённое количество раз Делал определённый вывод И он находится сейчас В какой-то определённой карме Ну имеет плод кармы Что будет дальше Ну, как говорится Только Богу известно Что, как ему помочь Какими-то своими советами И действиями В любом случае Выбор будет за ним И я знаю, что Помочь можно только тому человеку Который хочет изменений Если он находится В зоне комфорта Ему изменения не требуются Ну, ничего вы с ним не делаете Так что оставьте в покое Пускай набивает свои шишки Ну нет Оставьте в покое Ну, вы как Вы можете Оказывать Ну, я думаю В любом случае Воздействие Должно быть мягкое Чтобы оно Не каких-то Ну, личным примером Ну, напоминайте о себе Продолжайте приглашать Ненавязчиво Что-то советовать Ненавязчиво Может быть Личным примером Ну, как-нибудь Лишь бы это было Без агрессии Лишь бы это не было Настолько навязчиво Чтобы вызывать агрессию Если уже чувствовать Что он наглухо закрыт Ну, тогда да Отпустите Оставьте в покое А так Ну, что-то делайте Ну, тут понимаете Что советовать Конкретную ситуацию Хотя бы знать Но это уже там Целый эфир На это может уйти Ну, добавляйтесь Друзья в контакт И получите Бесплатную консультацию Там час-полтора Могу лично с вами общаться Да, приглашаю всех На бесплатной консультации Пользуясь вот такой Возможностью рекламной Находите меня в контакте Я думаю Алексей даст ссылку И там у меня Бесплатные консультации Я вас поставлю в график И со всеми Пообщаюсь Отвечу на все Любые вопросы Хорошо Андрей Бобров Реплика из ютуба Работать на работе Придумали капиталисты Чем больше работаем Тем меньше времени Заниматься собой А значит И здоровья будет меньше Согласен Вопрос эфира Данила Михаил Владимирович А может причиной проблемы Со спиной у людей При занятии йогой Не только является Перенапряжение мышц спины И грудной клетки А и неумение В кавычках Направлять Мысленные потоки Силы Энергии Далее по каналам Движения силы В результате чего Образуется своего рода Энергозакупорки Выраженные в виде Иннервации И болевых ощущений Физиологии организма Благодарю за ответ Грамотный такой вопрос Так с терминами Ну что хочу сказать Забыл Как зовут Кто спрашивал Прослушал Данила Данила здравия Да Что хочу сказать Из своего опыта Во-первых Я правильно направлял Энергию По всем каналам Но Физическое положение Позвоночника Можно сравнить Со шлангом По которому течет Энергия Вода Энергия Вода Которую вы Мыслью направляете Мысль Это как Двигатель Можно сравнить С насосом Водным Так вот Если вы Гоните То есть Насос включен Вы правильно Мыслите Правильно По каналам Воду Направляете Воду Энергии Но если Ваш Шланг Тире Позвоночник Пережат И когда вы Поднимаете Грудь Он пережимается Когда вы Чрезмерно Распрямляете Он пережимается То Иные Закупорки Вы обречены На закупорки И На сегодняшний момент Вот сколько я видел Йогов Мастеров Цигун Которые в семье Там Или Ну вот Которые не занимаются Боями И Не проверяют себя И которые делают Спину ровную У них у всех Какие-то проблемы Они Эти проблемы Списывают На все На что угодно На экологию На все На что угодно Только не на Занятия Своей Вот не на эти Практики Попробуйте Сделать Вот Я всем предлагаю Кто ко мне приходит Уже отзанимавшись Там Мастера рейки У меня есть отзыв Светланы Кочкиной Женщина 20 лет Преподает рейки Грандмастер Ну в общем Какие-то там у ней Регалии 20 лет Она На тот момент Сейчас уже больше Получается Уже Года 24 Там Может быть Когда она у меня Проходила тренинг По осанке Я ей открывал точки На руках Микрокосмическую орбиту Вот мы все там Прочищали Она уже на тот момент 20 лет преподавала И она отметила Что энергия течет Лучше В том положении Которые я советую У меня уже много Очень отзывов Вконтакте Вот люди Которые проходили Тета-хилинг Вообще То есть головные боли У человека Вот Екатерина Горькаева Например Там прошла Дорогущий тренинг Там около 20 тысяч По тета-хилингу И у ней головные боли Были Потому что она пыталась То есть она направляла Энергию правильно А позвоночник А спин держала ровно Энергия из-за купорки Голова начинала болеть Буквально на первой же презентации Я ей предложил сделать Все то же самое От чего у нее болела голова Но с тем позвоночником Который советовала Головные боли Как рукой сняло И она обрадовалась Она записалась Тут же ко мне на тренинг Прошла тренинг И что интересно Она еще потом Сказала Что она параллельно Еще ходит В тренажерный зал И ее наставник Ну определенную программу Ей составил У нее физических сил Не хватало На прохождение Этой программы До конца Там несколько упражнений Там подходов Там чего-то там Она не делала После тренинга По правильной осанке И по энергетике Там точки открывала На орбиту Также запускала Она прошла Эту программу В тренажерном зале И силы у нее остались Ну я уже говорил То есть вот осанка Парень в приседе На 20% увеличил Свой результат В физике Ну и по энергетике Вот да Проходят головные боли То есть нет Не от того Ну как бы может Если человек Неправильно направляет Это уже само собой По себе конечно вредит Но даже если человек Правильно направляет энергию А при этом у него Неправильная осанка То закупорки будут Обязательны Либо чаще всего В сердце Заставить энергии В голове Она не опускается Чтобы энергия По орбите Опускалась Обязательно грудь Должна быть опущена Андрей Бобров Реплика из ютуба Уважаемый сказитель Вам надо придумать Своё название Единоборство И развивать его Ну название придумано Школа боевых искусств Лотос Деонг Я занимался Я занимался В школе Деонг Мне школа Вообще всем нравилась Только вот Знаете как Я туда добавил Волшебный ингредиент Благодаря Вот этой осанке Я сейчас делаю В общем-то Всю ту же самую Программу школы И плюс я добавил туда Много борьбы И партнер В общем я добавил туда Борьбу И вот правильную осанку И она расцвела И поэтому я В память о школе Я половину названия Оставил Вот Деонг Это путь То есть был Кьедонг Божественный путь Путь к Богу А остался теперь Ну путь лотоса Вот так вот перевод звучит Да все есть Благодарю за совет Хорошо Так дальше Вадим Размытич Реплика гостью Я запомнил Не злоупотреблять Выпрямленной спиной Ну можно или так сказать Да Не злоупотреблять Оксана Брейнер Вопрос из ютуба Нравится ли вам девушка Девушки С такими округлыми спинами Как вы рекламируете Да Это очень Чаще всего сопротивление Морально идет от девушек Вопрос ихний Сразу ко мне такой гневный Это что же Я буду сутулая ходить У меня есть группа Так как я еще преподаю Преобразование сексуальных энергий У меня есть группа Вконтакте Камасутра Сексуальные практики И в этой группе Два альбома Один альбом называется Больная спина И там фотомодели с прямой спиной Их большинство И второй альбом Правильная Останка или здоровье Сейчас уже не помню И вот там Фотомодели Я их очень тяжело искал Но тем не менее Я собрал с интернета Достаточно новых фотографий Девушек с округлой спиной Которые мне нравятся Как мужчина скажу Ну каждый мужчина ребенок В душе И вот когда Вот вопрос К мужчинам Может быть еще Напишите Прав ли я Когда Вы обнимаетесь Девушка И девушка Округляет спину И как бы Своими плечами Она Ну где-то там Вам под мышки Залазит Либо там Одно плечо сверху Обниму Можете обниматься Там одну руку сверху Девушке Я одна Одну вам руку сверху И вот она Как бы своим плечом На вас наваливается Налазит у нее грудь внутри Получается Она держит Ну обнимает мужчину Как ребеночка Ну вспомните Как женщина Обнимает ребенка Никто не обнимает Ребенка С вот этими Поднятыми сиськами С полу То есть С поднятой грудью Все как бы Хотят Ну как Птица там Как орел Накрыть своих Да Орлят Вот так Прикрыть спиной Нахохлиться Да И вот Когда женщина Вот так Мужчина обнимает С округлой спиной То Гораздо больше комфорта И мне да Мне же нравится Женщина С округлой спиной И Ну у меня Достаточно много Женщин было И Я Сторонник Старых Славянских Традиций По которым Считалось Что мужчина Имеет право Имеет несколько Женщин Ну те же самые И шатрийские Индийские Традиции Ведические То есть Вот я Из тех Мужчин Который Живет С несколькими Женщинами Встречается Вот Сейчас Во всяком случае И У меня Очень богатый Опыт В этом плане И всех своих Женщин С которыми Я начинаю Встречаться Я конечно В первую очередь Обучаю Правильные Осанки Подъем Сексуальной Энергии С таким Положением Как в общем-то И работать Любой Другой Энергии Происходит Гораздо Лучше В разы Лучше Происходит Подъем Сексуальной Энергии И обмен Энергии Поэтому Мой ответ Да Мне такие Женщины Самому Нравятся И добавьте Ко мне В друзья Я вам Вконтакте Я вам Дам ссылку На эту группу Посмотрите Там Те два Альбома С женщинами С правильной На мой взгляд Осанкой Очень привлекательной Женщиной Интересно Какие-то у вас Старославянские Практики Где много Женщин Да Не будем тут Спорить Ну вот Я думаю Что это не секрет Наберите в интернете Есть люди Которые считают Что это можно Есть славянские Вы же знаете Что направлений Славянских Очень много Алексей Согласен со мной Что сейчас Очень много Славянских Направлений По названию Очень много Согласен Славянских Это другой вопрос Да Может быть Они заблуждаются Я сейчас Не буду Но вот Есть такие И я На сегодняшний момент У меня огромный Интерес К славянским Практикам И возможно Вы меня В этом просветите Но Я так очень Осторожно К этому Прислушиваюсь Ну и вот Мне это импонирует Что где-то Вот считают Что можно Я не утверждаю Что они правы Потому что Я пока Глубоко Не вникал Я просто Знаю Что где-то есть Большую часть Времени Я конечно Уделяю Ведическим Индийским И вьетнамским Практикам А к славянским Присматриваюсь Потому что Ну Достаточно До мой взгляд Серьезно Из-за Крещения Было Много Чего-то Утеряно И На сегодняшний Момент Те же Индийские Ведические Боли Как-то Сохранили нам То Что к ним Пришло От нас Вот такая Точка Зрения Еще Имеется И Я им Благодарен Там Индусам И вьетнамцам Что они Сохранили Нам Наш И Теперь Это Изучаю Вот моя Такая Точка Зрения А то Что сейчас Возрождается Я активно Может быть Не очень активно Но Слежу За этим Присматриваюсь И вот Различные Течения Славянские Сравниваю Пока еще Как бы Никому Не пристал Так вот Со стороны Наблюдая И знаешь Что где-то Считается Что можно Ну Я думаю Так Есть жильцы В доме Есть сам дом Есть забор Вокруг дома Есть те Кто пишут На этом заборе Написать Можно что угодно Но это не будет Означать Что жильцы Живущие В доме Которые За этим забором Придерживаются Того же самого Мнения А так О доме И о жильцах Можно на заборе Много чего написать Вопрос Кто Кем является На самом деле Более важный У меня встречались Люди Которые Когда меня видят Говорят А ты что Славянца что ли Придерживаешься Я говорю Ну А что Что вы против имеете О Говорят Да я стал интересоваться Такое там Мне рассказали Такое мне там Показали Что я понял Что это такое Все это Гнусятина Все это Дрянь полная И так далее Я спрашиваю А кто тебе показал А что тебе там показывают Он такое рассказывал Говорю Слушай А какое отношение То что ты увидел Имеет к славянству Кроме того Что тот К тебе показывал Он сказал Что он к славянству Имеет отношение Ну Мы сейчас Не будем разбирать Да это очень Это сложный вопрос Вопросы Вопросы многоженства Есть определенные моменты Когда Даже В очень Древних заповедях Написано Про то Когда мужчина Имеет право Иметь несколько жен Вот Но там Не просто так Направо и налево ходить Там есть определенные Установки Определенные требования И обязанности К мужчинам И к женщинам И там не просто так Что ты с одной С другой С третьей Одновременно И при этом Все хорошо И замечательно Вот Так что Так что Про дом и про заборы Писающих И пишущих На заборе И под забором Мы должны помнить Что это не всегда Жильцы дома Идем дальше Идем дальше Миколаевич Из страховки Вопрос Вопрос ведущему Как понять Что есть Что есть Сладкого Много Нет необходимости Что это Паразиты Изнутри Командуют Вопрос Очень такой Тяжелый Потому что У каждого Индивидуальная У каждого Организма Индивидуальная Потребность В сладком В соленом И поэтому Вот как понять Что они Командуют Я не готов На этот вопрос Ответить Вот просто Не готов Потому что Если Я считаю Что ответ Должен быть Очень таким Практичным Ну Так вот Если Я сам Сладкоежка Вот уже Наверное Больше Около года Я в августе Мест Стал сыроедом И я просто Заменил Сладкие А сахар Я уже вообще Давно не ем И в общем-то Я сладкое Заменил Медом То есть Сахар Заменил Медом И финиками И иногда Бывает Что Да Хочется Сладкого Иногда Забывает А могу Пару дней И не есть Но я Не думаю Что это Прямо Сразу Глисты Но тут Что проще Наверное Время от времени Чистки делать Вот мой совет Так вот То есть Как определить Я не знаю Что это они Или не они А просто совет Почаще Тогда чистки Посмотреть Ну чтобы Опять же Не очень часто Потому что Очень часто Тоже там Блохо Можно Надорвать Организм Чиститься Вовремя Да и все У нас было Несколько эфиров На эту тему Поэтому здесь Проще послушать Предыдущие эфиры Ну Принцип простой Если количество Сладкого Превышает Разумные пределы Это говорит о том Что уже Что-то Не то Ну и там Есть другие Симптомы Так что Просто прослушайте Эфиры Там давались Очень хорошие И правильные На мой взгляд Ответы на эти вопросы Алиса Любимцева Из ютуба Где можно Почитать О упражнениях Йоги Которой Занимаетесь Вы Ну Вконтакте Добавляйтесь Пишите Добавьтесь Друзья И сообщение Укажите Что нужна информация Я вам вышлю Посмотрите видео И потом можете Вопросы задать На индивидуальную Консультацию То есть я вам Одной там Час-полтора Сколько нужно Непосредственно Уже там Разберем Друзья Вконтакте Андрей Бобров Из ютуба А что вы думаете О Об Эллипсоидном Тренажере Хорошая Вещь Если Правильную Осанку Вот например Я сейчас Смотрю Модная Скандинавская Ходьба Ну я смотрю У меня крови Сердце Обливается Я конечно Никому не Пристаю На улице Потому что Зачем Нарываться Вот Когда люди Ходят Бегают Или на Эллипсоидном Тренажере Занимаются С прямой Спиной Это Приводит К этой Компрессии Перегрузки Межпозвонковых Дисков Если вы Слегка То есть Если вы Придерживаетесь Естественных Изгибов Позвоночника При которых Позвоночник Пружинит То есть Почему он С-образный Да он Что были там Рессоры Каждый изгиб Это мини-рессора Самые большие Рессоры Это грудной Кифоз И поясничный Лордоз Это самые большие Рессоры Ну соответственно Шейный Лордоз И там Крестец Он не пружинен Вот Тренироваться Можно на чем угодно Хороший Хорош тем Что нагрузка Так же как И в скандинавской Ходьбе Так же как И в лыжах Нагрузка Распределяется На руки И на ноги А сколиоз У нас Потому что Мы Двуногие Ходящие То есть Если бы у нас Четыре ноги На четверейках Если бы мы бегали Сколиоза Не было бы Соответственно Все упражнения Где нагрузка И на руки И на ноги Чередуется Там Турник И симметричная нагрузка Она вся положительна Поэтому К калипсоиду Если коротко Положительно отношусь Геннадий Романенко Вопрос в эфир Здравия Михаил У вас пока что Уклон Более-менее На телесный Или же Есть какой-то Духовный опыт Поделитесь Благодарю Всего доброго Уже мы разбирали Но 21 час 14 минут Был задан вопрос Больше час назад Поэтому Уже мы Про это поговорили Духовный опыт Огромный Я просто Ну опять же Чтобы Не знаю Как Ну буду рассказывать Как есть А там уже Относитесь Как хотите К этому У меня Третий глаз Открывался Три раза Я три раза Видел свою ауру Но я в детстве В молодости Много пил И курил Поэтому наверное Думаю он у меня Подпорчен И больше 30 Учеников Воспитал Которые Видят ауру Общаются с духами И полубогами Они их реально видят И это Не сказки Я их проверял То есть Есть признаки Божественного присутствия Ну например Мурашки Встают волосы Дыбом Если рядом с вами Находится какая-то Энеритическая сущность Очень сильная Организм это чувствует И Мои ученики Это видят То есть я допустим Чувствую Они видят И рассказывают Ну Я занимаюсь Духовными практиками Постоянно Каждый день Медитации Но Тут допустим Много кто Занимается Медитацией Поэтому Когда Я Когда речь заходит А чем вы Отличаетесь От других То конечно же Я больше всего Говорю О телесных практиках И Отличие Моих Духовных практик От других Духовных практик Других школ Заключается в том Что все мои В том числе И духовные практики Проверяются Жестким полигоном Боевых искусств Я из разряда Тех Мастеров Боевых искусств Которые достигли Просветления То есть я надеюсь Что я достигну Просветления Конечно же Я еще не достиг его Я надеюсь Получить его Через Боевые практики А практики Йоги И оздоровительного Цигун Они служат Повышению Боеспособности И мы проверяем Если мы правильно Делаем йогу И оздоровительный Цигун Наши боевые способности Растут А если я правильно Бью Вот там был вопрос О энергетических ударах Если я правильно Наношу удар Он В обязательном порядке Приводит к Протягиванию Через себя Огромного количества Энергии Чем больше я бью по груши Каждый мой удар С энергетикой Тем больше Соответственно Я занимаюсь энергетикой Чем больше энергетики Я накапливаю Тем ближе Мое Просветление Потому что я потом Во время занятий Сексом Я всю накоплю Энергию Протягиваю К позвоночнику К верхней чакре И все это Направляется На Духовный рост То есть Духовным практиком Я занимаюсь очень сильно Но приходится говорить О телесных практиках Потому что Если я начинаю говорить О духовных практиках Я становлюсь В общий ряд То есть Я один из тех Кто обучает Духовными практиками Но так как я обучаю По-другому Приходится начинать Именно С обоснования И проверок То есть Тем Чем я отличаюсь Алексей Да Я тут Посмотрел Просто У вас На Личной странице Вконтакте Там есть ссылка Здоровый Воронеж Фестиваль Здоровый Воронеж Я смотрю Но здесь По здоровью Конечно Котлеты из того Клуб гурманов Бесплатно На спид На вич И на прочее Зрение Очки Это жуть Какая-то Ребята Это просто жуть Ну я им благодарен На то что Они меня пригласили Не ну понятно Что пригласили Это благодарность Просто что там И предлагается Это конечно Они нашли Меня То есть как-то там И говорят Вы можете что-то Оздоровительное Ну вот допустим Там проверка на зрение Это же относится К здоровью Относится Вот Ну там также Там же все-таки Чтобы организовать Нужны спонсоры Я просто поясню Там даже Тест-драйв был Шкода И я Пришел проводить Тренинг Воспользовался Этим моментом Покатал Это тоже Это потому что Те кто делают Тест-драйв глаз Проверяют зрение Они проверяют Не с точки зрения Чтобы дать Какие-то упражнения Для поравки глаз Продать Понятное дело Продать очки Линзы И так далее Те кто наспит Естественно Это потом дальше Вам расскажут Что оказывается Безнадежно больные И никто Ну да Ну и так далее Гурманы Меня вообще порадовали Тут такие деликатесы На гриле И на всем остальном Там папина лавка В общем Все хорошо Замечательно Ребята Это здоровье Там пиццы всякие Это Ну ладно Приходится сотрудничать Благодаря им Я Поучил несколько Учеников То есть Обо мне Благодаря им Люди обо мне узнали Поэтому я Благодаря им Сотрудничаем Да Я как раз Примерно в те дни Был в Воронеже Но не застал Той не зашел Ну ладно Идем дальше Алиса из Ютуба Просто привлекло Самой Воронеже был Как раз В эти дни Воронежские Как так Меня заставило Об этом Вспомнить Как нужно Правильно Тянуть Себя За волосы Спрашивает Алиса Из Ютуба И сразу Вспоминается Мюнхгаузен Который Себя Вытащил Ты как же Себя правильно Тянуть За волосы Вот смотрите Вы допустим Изначально Советую так Изначально Принять позу Когда у вас Сутулость То есть согнуться Чуть больше Чем нужно Вдохнуть В область почек Лопаток Это вас застрахует Когда у вас Спина заполнится Воздухом То Скорее всего Вы Не поднимете Грудь Больше чем нужно Но Это скорее всего Можете поднять И вот Начните Тянуть себя За волосы Вверх И станьте Боком К зеркалу И поглядывайте В зеркало Если у вас Начнут Ребра Выпячиваться Тут же Остановитесь И опять Опустите Ребра вниз Напрягите Верхнюю часть Пресса Чтобы она Чтобы это Обрежение Привело вас К тому Чтобы ребра Ну скажем так Стали гладкими Чтобы они Не были торчащими Вот тянуть За волос Надо себя Так правильно Чтобы грудь Не поднималась Больше чем положено Больше чем положено Это торчащие ребра Понятно Идем дальше Андрей Бобров Реплика из Ютуба Если все будем Находиться На своих местах То и не надо Будет никому доказывать Карате Или ушу Или айкидо Все и так Будет норм Я работаю В горячем цеху И я счастлив На работе А когда Я в другом цеху То мне Не окей Так дальше Реплика эфира От Оренбургца Здравия С ведущим На селе Приходится Заниматься Тяжелым трудом И каждому Селянину С ранних лет Известно Что поднимая мешки Зерном Либо спрыгивая Со стога сена Или подобный случай Всегда необходимо Слегка сгибать Колени и спину Чтобы колени И изгибы Позвоночника Работали как пружины Иначе травма Поэтому никогда Не заставляет Держать спину ровно И согласен С прямой спиной Устойчивость Ухудшается Работа на огороде Не только помогает Развивать искусство Тайдзи Но и позволяет Постигать практику Цигун Вот такой у нас Оренбург Абсолютно Абсолютно согласен И вот опять же Это подтверждает Мои слова По поводу экстрима То есть поднятие Тяжести И спрыгивание Это маленький экстрим И люди Которые живут В этом экстриме Им не надо Объединять То есть они Понимают Что по другому Это можно покалечиться А вот люди Офисные Кто работает В городе живет Которые не спрыгивают Со стога сена Не поднимают мешки С картошкой Они попадают В иллюзию Благодаря занятиям Неправильной йогой То есть им объяснили То есть селянину Ну вот хотя вы знаете Вот я же тоже села Я вырос в селе И с одной стороны Там да Я все это делал Но когда понимаете Читаете Книгу Читаешь книгу О йоге Хочется верить Что ее написал Грамотный мастер И он тебе Начинает объяснять Или врач Понимаете Вот я живу в селе В школе Там медосмотр Врачи И врачи говорят Не сутультесь Сидите ровно Ну как не верить Если учителя В школе Мама с папой Тебе говорят Что не сутулься Ну хотя Отец да Вот у меня занимался Он штангой И боксом Он говорил Что в штанге Там надо держать Когда тягу делать Все-таки спина Прогиб в пояснице А спина-то округлая Должна быть Но опять же А сидеть за партой Как-то вот это Немножко отдалялось То есть тут одно Мешок поднять А сидеть за партой Ну вроде как будто Это другое Вроде как будто Ходить должен Ну чтобы быть красивым Ну с гордо поднятой Грудью Да потому что в литературе Так вдохнуть полной грудью Развернись там Плечо Раззудись там Размахнись коса Там и все такое Грудь же О там вышел Там погулять Там вот эти танцы Даже русский народ Я смотрю То есть грудь везде поднимают Хотя те же селяне Вот понимаете Такой парадокс Поэтому приходится Все-таки об этом Объявить Говорить С одной стороны Это понятно Что да Я рад Что есть люди Такие которые Да вот Как наш оренбуржец Да и все там Итадзи И цигунь Я рад Что такие люди есть Но их единицы А массовые Если вы посмотрите С прямой же спиной Люди ходят И вот Для вот этих людей Которые Для которых Эта осанка Не очевидна Вот я и провожу Вот эти лекции И занятия А так Только порадоваться Можно за оренбуржеца Я забыл Как зовут Да оренбуржец У нас вообще Молодец Ну так и зовут Оренбуржец Так Идем дальше Вопрос в эфир От Михаила Из Москвы Что можете Рассказать О горбатых людях И может быть Причиной Возникновения Неправильной Осанки Благодарю Не ну Переборы Они и в картах Плохи Я же говорил Что Правильная осанка Это середина Между сутулостью И выпрямленной спиной И сутулость плохо И выпрямленная спина плохо Но На сегодняшний момент Те Инструкторы Которые обучают Йоги И цигун Говорят О прямой спине Поэтому И мне Вот сейчас Когда это будет Всем понятно Я об этом Перестану говорить Почему я сейчас Говорю о том Что надо округлять Потому что Основная масса людей И в школе С школьной скамьи Доктора Там все Вбивают в голову Что надо держать Спину прямой И поэтому Мне приходится Преодолевать Вот этот Стереотип Мышления А горбатость Это тоже плохо Потому что Человек Вот Ну почему люди Горбатятся Иногда это Стресс Иногда это Психологические Проблемы То есть подавленность Там все такое Прочее Ну иногда физически Иногда болезни легких Болезни сердца Много очень причин Это вредно Это неправильно Золотая середина Нужно искать Золотую середину Идем дальше Вопрос эфир от Мишки Здравия Первый вопрос Как набрать мышечную массу Но в вегетарианстве Если и до вегетарианства Мышцы почти не росли При тренировках С собственным весом Понимаю Что есть нужно больше Но питаться Питаюсь лишь Три раза в сутки Так как пищеварение В желудке медленное 60 килограмм Вес слишком маленький Для мужчины Второе Что можете посоветовать При недостатке энергии Откуда получить силы Проверено Что увеличение Необработанных Термических продуктов Дает много энергии Но пока лишь Изредка получается Заставить себя Ими питаться К тому же На питание Ими вес Еще сильнее Снизится Благодарю Так Тут коротко Не отвечу Но постарайся Как можно коротко Значит Сам я сыроед Когда я стал сыроедом До этого я 24 года Уже был вегетарианцем И у меня Мне сейчас 44 года Где-то Наверное Примерно Когда мне было Лет 35 37 У меня появилось Где-то Может быть Килограмм Полтора Лишних То есть у меня Есть крейсерский вес И вот Где-то Килограмм Полтора Два Там они То два То и полтора Ну я как-то Не расстраивался Ну легкий жирок На груди На животе Появился Он мне не мешал Абсолютно Ну появился И ладно Я по весу Вообще Хотя конечно Я тоже все время Думаю о том Как бы набрать Мышечную массу У меня тоже Крейсерский вес Это 70 килограмм Это не очень большой Ну средний вес Конечно Но хочется Может быть побольше И вот когда я стал Сыроедом Вес ушел Вот эти лишние Возрастные Килограммы Полтора Ушло Мышечная масса Ну примерно Такая же осталась Ну может быть В самом начале Может быть И она чуть ушла Потом я там Чуть-чуть подразобрался Что есть Да На сыроедении Пищеварение ухудшается В плане того Что Ну желудочный сок Уменьшается Его выработка Я для себя Решил вопрос Использования В пищу Ну во-первых Сразу стал Больше специй Применять Льняное масло Я ем Горьких продуктов Побольше Они желчи Разгоняют И в первую очередь Асофетида Индийская специя Индийская Пакистанская Бывает Эта специя Ну как индусы говорят С ее помощью Можно гвозди переваривать Когда я там С сыроедением Экспериментировал Бывало что Ну там Просто Много чего Зеленого Стул Такой Начинает Начинал там Жидковатый быть Даже не то чтобы Совсем Но просто так И это Так думаешь Ну тоже Немножко Напрягало Прям чуть-чуть Асофетиды И все Ну все Стабилизирует И пищеварение Становится более Таким Интенсивным Ну тоже Посмотрите В интернете Там как ее Правильно Применять Просто Ну я так понимаю Вопросы еще есть То есть не в рамках Этого Или давайте Забавляйтесь Друзья По поводу Там серьезного Набора По поводу Потери энергии Потери энергии Могут быть Очень разные Как гормональные Они с возрастом Ну я не знаю Сколько вам лет Ну где-то уже После 24 лет Уже в общем-то Надо внимательно Относиться К своей Индокринной системе И гормональные Психологические Очень много Причин Упадка сил Потери энергии Питание тоже В том числе Но если вы уже Вегетарианец И к сыроедению Там стремитесь То питание В общем То есть надо искать Еще Если это не дало Восполнение То надо искать Другие причины Давайте На консультацию На бесплатную Записывайтесь То есть это Серьезный разговор По поводу Прямо серьезно Набрать мышечную массу Тут пока Не могу дать ответ Как Потому что Я все время Работал На поиске Правильной техники И вот Может быть Последние точки Над им У меня Расставились Где-то Наверное Может быть Год назад Там плюс-минус А мой учитель Говорил так Качаться Можно только Тогда То есть Работать Над набором Мышечная масса Когда ты Технику Поймешь И вот Представьте Я буду честен Вот только Прошло 24 года Это был Поиск Я только Сейчас могу Сказать Что я Разобрался В технике Что значит Разобрался Я сейчас могу В спарринге Со своими Учениками В полную силу В полную скорость Но опять Ученики разные Да Есть там Которые Сильнее меня Гораздо Физически Вот Но я могу Применять техники Я даже могу Попадать в точки Мы там Делаем Очень аккуратно Вот Потому что Ну если На полной силе То есть Приходится все-таки Так Ограничивать Немножко Скорость И очень Серьезно Ограничивать силу Но Это То есть Я чувствую Что Это техника Рабочая Попаду ли я То есть Все зависит От бойца Мне задают Такие вопросы Я сам себе Сдаю Я отвечаю Что Понимаете Если я буду Спарринговаться И даже правильно Применять технику Но человек При вас Будет превосходить Меня В скорости И там Техничнее Да То есть Если ты не попадаешь Правда скажу проще Если ты не попадаешь Кулаком в голову Или ладонью То что там Говорить Как ты С мужчиной Попасть В точку Вот Но И вот Разобраться С техникой Да По поводу Накачивания Повышения Физической массы Я вот сам Тоже подумываю Над этим Но что-то как-то Все Время не найду Наверное Не очень еще Остро стоит вопрос Поэтому вот Прямо Не могу ответить А вот По другим вопросам По поводу Повышения энергетики И питания Записывайся на консультацию Есть чем поделиться Хорошо Следующий вопрос От Миколаевича Страховки Вопрос Сказителю Вы можете Снять Психологическую Установку На самоуничтожение Можно Сделать То есть Я занимаюсь Да Такими вещами Но Смогу Или нет Практика Покажет Все Дело в том Понимаете Вот в этих Энергетических вещах Все как В бою Как в драке Даже Вот опять Я перед этим сказал Если вы все делаете правильно Зависеть будет от того Кто Эту установку Сделал Если ее сделал Мах Который Сильнее Меня Ну в принципе Опять Смотря на сколько Сильнее Если не очень Намного сильнее То получится Потому что Ну он уже Как бы Сделал свое Сделал И я уже Буду делать свое Дело А вот если Очень-очень Намного Но вот это все Очень тяжело Взвесить То может Не получиться Даже если все Сделать правильно Там Мах какой-то Сделали Сам человек Себе поставил То есть Если человек Изначально Сам себя поставил Ну и он Изначально Сильнее меня Там Аналитический Там По природу Может быть Ну техник Еще много Значит Конечно Техник Хороший Можно В принципе Можно Но Пока же Только практика Я Себе делал Снимал Такое Обращались Не часто Я вообще Этим не люблю Заниматься Я люблю То есть Ну обычно Это делаю Если это Ученик мой Или очень Хороший Знакомый Или человек Который Стоит на пути Самосовершенствования То есть Я люблю Помогать Тем людям Которые уже Занимаются Самосовершенствованием И тем человек Которому Снимешь Что-то Он потом Пошел Опять Искать На задницу Приключений Вот То есть Я Непрофессиональный Мах Который Вот есть бабки Которые Приходят Они этим Занимаются С утра До вечера Нет Я это делаю Редко Но в общем-то Я считаю Достаточно Хорошо Потому что Все это Делается За счет Своей личной Энергетики А моя Энергетика Шлифуется В боевых Условиях И она Ну Несмотря на то Что от природы Была Не очень большая Но закалилась Достаточно Хорошо Миколаевич Дело в том Что можно Снять любую Психологическую Установку В том числе И на самоуничтожение И здесь Даже никакой Магии Пробегать не надо И даже никакому Там не надо смотреть Какой-то маг Её делал Но только в том случае Если есть у человека Желание И понимание Если нет желания Кто бы что не делал Ничего не получится Это в первую очередь Надо понимать А уже дальше Надо на самом деле Разбираться Кто это делал Когда это делал С какой целью делал А виноват ли сам человек В этом А есть ли необходимость Для человека В этом И так далее И так подобное Здесь много Подводных камней Идём дальше Геннадий Романенко Вопрос эфир У вас тигр Тотемное животное? Да У нас несколько Тотемных животных У нас вообще Так я насчитывал Вместе Полубогами 12 Вместе с техниками Под покровительством Полубогов 12 техник По-моему Основных Подражательных Тотемное животное Ну вот Моя любимая техника Тигра Но у нас есть Обязательно В обязательном порядке Должны изучать Несколько У нас Во-первых Там есть Комплекс Игры пяти зверей Когда там По первоэлементам Пять Тотемных животных А потом Ещё Кроме Этой Они Они в комплексе Идут И ещё Есть Кроме Этого Вот Тигр У нас Что интересно Он туда В эту пятёрку Не входит Там вместо него Леопард Он идёт Обособлен Он вообще идёт Ну практически Самым главным Из тотемнов Потому что Как я говорил В самом начале Наша техника Отличается тем Что мы удары Наносим на вдохе Почему это происходит Потому что Наши удары То есть самые главные Тотемы Это Тигр И Ямараджа Ямараджа Это бог смерти Ну вообще Если так Немножко О философии Нашей школы Мы Себя считаем Воинами Воинами Ну Исполняющими Божественную миссию Карающую То есть К нам Мы ведём себя Очень культурно Но если Кого-то Бог хочет покарать Он посылает К нам Ну и допустим Ученик нашей школы Сидит в кафе Никого не трогает Или едет в автобус И кто-то подходит Начинает к нему приставать И Во время боя Мы должны Отключать Свои Свои чувства В плане того Что мы Не привязываемся К бою Мы Наказываем человека Настолько Насколько он заслужил То есть Как только он Прекратил агрессию Мы тут же останавливаемся Без переборов То есть Если он понял Что не надо лезть Осознал Значит всё Наказание должно Прекратиться Без привязки Личностной То есть Без своих Каких-то Личных амбиций И обид Всё К нам послали Мы своё дело Сделали И отдалились От этого И вот Почему удары На вдохе Наносятся Потому что Техника смерти В высшем Её проявлении В высшем Проявлении Наказания Это забрать Чужую душу По ведическим Канонам Душа Когда человек Умирает Она Погружается В тело Размером С большой Палец В энергетическое Тело И в этом энергетическом Тело Размером С большой Палец Она отправляется На суд Бога смерти Ямараджи Где там Все грехи Перечисляются Ну или Это чернобог В славянской Традиции Опять же Насколько я знаю Алексей Сразу прошу прощения Если я не прав Ну вот опять Из-за разрозненных Источников Я вот такие сведения И вот Забрать Энергию Или душу Можно на вдохе Поэтому Все удары Основных техник У нас Идут на вдохе То же самое Тигр Тигр когда бьет Лапой Он вырывает Кусок мяса И вырвать Кусок мяса Проще На вдохе Это опять же Ответ К тем Кто вот Любит Различать Духовные практики От телесных У нас Вся энергетика И вся Все медитации Они очень тесно Переплетены И проявляются В физике Невозможно Выполнить Удар Лапой тигра Так как бы Его сделал тигр Если Дыхание не подставлено Тигрина А тигриное дыхание Это удар на вдохе Невозможно Ударить по точке Мы когда бьют Да Есть два варианта Ударов по точке Есть Удары по точкам Это Самая первая Ступень Это техника змеи Она у нас идет Ну скажем так На уровне каратэ Там мы бьем по точке На выдохе Почему Потому что змея Когда кусает Тире Бьет в точку Она вбрас Впрыскивает Яд в жертву И когда мы бьем По точке По технике Змеи Мы разрушаем Энергетические каналы Перебиваем их Своей энергетикой Когда мы бьем По противнику Вообще Там По лицу По корпусу Лапой Тигра И тигр тоже попадает По точкам То мы Нанося удар Вырываем Кусок Ну там Чего-то условно Там одежды И энергии Мы Мы делаем дырку В энергетике Ну а высшем проявлении Это Вытянуть Не только энергию А и душу То есть Выбить душу Ударом Из человека И отправить ее В царство Ямараджа На суд Сопроводить ее туда Ну это высшем проявлении А так в основном Что так Условно там По шапке дать Чтоб человек Опомнил Что он делает не так Что не надо Хулиганить Ну и еще В философии школы Говорит Что иногда Это может ограничиться Даже энергетическим воздействием То есть Хулиган подошел к вам А вы на него посмотрели И он забыл Что надо хулиганить И развернулся И ушел Или заулыбался И стал к вам Но Это в высшем проявлении Мы к этому стремимся Время у нас остается мало совсем Я согласен с тем Что есть в жизни у нас И вдохи и выдохи Невозможно жить Только одним вдохом Невозможно жить Только одним выдохом Как невозможно жить Только одним днем Так и одной ночью Поэтому если есть удар На пробой То это удар Который направлен внутрь То есть на выдохе А если есть удар На отнимание То это вдох должен быть Это здесь Совершенно верно Очень все правильно Идем дальше Вопрос эфир от Кира Некоторое время назад При спарринге С сильным противником Никак не удавалось Пробить его защиту Спустя несколько минут От отчаяния Стал наносить мысли на удары И один из ударов Мыслиных прошел В солнечное сплетение Это ощутил с легкостью Решил следом повторить Это физически И о чудо Соперник оказался Поверженным Выходит что Ментальный бой Создает матрицу Реальному Абсолютно правильно Все верно Я об этом говорю И этому учу И это должно Ментальное Должно Подтверждаться Физикой Все правильно Рад за него Все хорошо Да Вопрос от Саши Сафина Что вы думаете Состояние скалы Ну В йоге Есть такое понятие Поза горы Тадасана Состояние скалы Должно приводить К укоренению К устойчивости В первую очередь И К покою в душе Вот если коротко А то же у нас там Я понимаю Время там И вопросы Вот если коротко В общем да В общем да Дальше Вопрос эфира Таринбуржца Михаил Владимирович При занятиях единоборствами Нас учили Что чтобы вступить В рукопашный бой Я должен растерять Все оружие И подручные средства Найти ровную площадку Такого же разгильдяя И только после этого Вступить с ним В рукопашную схватку Если у него нож А у меня ничего То лучше срочно Или что-нибудь найти Соизмеримое Или убежать побыстрее Может быть В единоборствах Главное Это путь развития духа А в случае войны Все средства хороши И пальцем в глаз В том числе Абсолютно согласен Абсолютно согласен И первое С чего Я начинаю Занятие самообороной С объяснения Владения ножом И объяснения С объяснения того Что Человек должен быть С оружием Сам я С оружием Даже хожу по дому То есть у меня Два керамбита Это Изобретенные мной Ножи Не имеющие Аналогов в мире Они Это единственный нож В мире На сегодняшний момент Который может Удерживать противника Как коготь Изобретенный этот керамбит Был на основе Оружия вьетнамского Ниндзя То есть вот Бога Ямараджа Ну там опять же Ознакомиться можете У меня в контакте И вот как Некоторые люди Носят Какие-то обереги То у меня Нож является Моим оберегом Я без ножа Никуда не выхожу И Нож мне Ну во-первых У меня Ну опять Это будет Отдельный тем Коротко скажу Я четыре раза Нож применял В бою Больше двадцати Раз Нож мне помогал Просто Не начать бой Просто я доставал Эти два ножа Стоял Смотрел печальным взглядом На Хулиганов Там Пять-десять человек Которые там Пытались меня Один на один вызвать Не Они просто обзывали Обзывая минут Десять меня матом Уходили Ни с чем То есть бой не состоялся Потому что они видели Но особенно это хорошо В реалиях Маленького городка Каким Борисоглебский является Когда Люди знают Что я уже несколько раз Нож применял То у них как бы Доверие Возникает к тому Что я говорю Что еще раз могу применить Конечно же Надо знать О чем говорить С представителями власти Чтобы Не попасть Вот То есть Ну да У меня были суды Но Если Правильно беседовать Ну всего два условных Было Хотя Из тех ситуаций Из которых я выходил Там люди Сроки получали Ну это грамотные Я этому всему Обучаю на самообороне А Боевым искусством Да конечно же Человек должен вооружен быть И Боевое искусство Закаляет дух И дух закаляется В первую очередь Опять же В спаррингах И в соревнованиях На улице Какой бы ни был мастер Я советую выходить Минимум Ножи Это минимум Почему? Потому что Ножи Они стоят Очень мало денег Чтобы их приобрести А так вообще Должен быть Электрошокер Ну и травмат И конечно же Ножен уметь Ими пользоваться Я провожу тренировки С оружием Потому что Сколько бы лет Не занимались Боевыми искусствами Но если у вас вес 55-60 килограмм А против вас Какой-нибудь такой Как Александр Карелин Как Валуев Как Майк Тайсон Или Несколько человек таких Ведь вы же на улицу Выходите Вы же не знаете Кто вам подойдет Ко мне подходили 5-10 человек Ну почему такие ситуации Складывались Я держал кафе Такие Оздоровительные там Клубы При спортзалах И мы проводили Безалкогольные дискотеки И приходилось Их охранять Собственными силами Своими Силами своих учеников А желание было Туда приходить Всех И алкоголиков И наркоманов Поэтому Очень много было Боевого опыта В том числе И с подручными материалами А вот эти вот удары Ну и опять же Да Если вдруг Вы все потеряли То вашим оружием Становятся пальцы Пальцы в глаза Это техника тигра Почему я перестал Проводить бои Без правил Потому что Там приходилось Бить кулаками Соответственно Тренировать учеников Бить кулаками Самому Спарринговаться Поэтому я Отставил это Потому что В бою У меня техника тигра У меня первый удар Всегда Обычно идет Это в глаза В пах Ну если совсем Короткая дистанция То с головы Или с локтя А так вообще Лапа тигра В пах И в глаза Это первое И подручные средства И это ножи То есть выйти без ножа Как бы на улицу Я вообще себе не могу Такое представить Я по дому Я даже тренинги По йоге По цигу На здравительной практике Тренировки я провожу С керамбитами На поясе Вот это Как часть моего гардероба То есть абсолютно согласен Да То что Надо иметь оружие И закалять дух Ну в общем-то да Большинство Славянских племен Там Само собой Разумеется За сапожный нож За сапожный нож Да Разумеется Это или за пояс Или за сапожный нож Обязательно должен быть Из ножа на улицу выйти Это что Опять же Те же сикхи Индусы У них там Четыре Этих предмета Религиозных Принадлежностей Четки Челма Челма Это их гроб Это саван Они готовы Каждую минуту умереть А сикхи Это как наши казаки Один в один То есть они там На лошадях С шашками С пиками С копьями Вот Четки Кинжал Челма И забыл еще что-то А браслет Браслет Вот четыре предмета То есть он С пиджалом не расстается Вот я так подумал Думаю А что я хуже что ли Или тех же казаков Там за пояс За сапожный нож Как это так У меня Кстати вот К ножу меня отец С детства приучил Но он конечно Из других соображений Он мне так объяснил У мальчика Он мне первый нож Купил Да вот наверное Когда у меня Как все в одно Там в один год И на лошадь я сел И первый нож Мне пять лет было Отец научил меня Острогать палочки Делать стрелы из камыша Лук там сделал Вот Все И нож у меня Ну перочинный Тогда я ночил всегда А потом вот как бы И боевой стал носить Потому что я в селе рос Без ножа Как без перочинного Невозможно Что-то там Веревочку отрезать Палочку Там что-то там Всегда нож должен быть Так идем дальше Псих Так себя представил человек Вопрос в эфир Здравия Михаил А как же умение Держать удар Если тренироваться В защите Ну уже здесь было объяснено Я думаю Мы не будем Вопрос в эфир Из ютуба От Геннадия Романенко Вопрос ведущему Здравия Алексей Но сегодня у тебя Голос какой-то Нездравый Здравия И тебе Геннадий Да просто Внимательно слушаю И сижу Вот и все Как-то Ну и поспал сегодня Три часа всего Много дел Много дел Приглашают на разные мероприятия И надо успеть все сделать Так что все хорошо Замечательно Вопрос от Алисы из ютуба У меня спина сутулая Но боли в спине есть В чем может быть причина Ну Алиса Здравия Во-первых Да Причин может быть много В том числе И энергетических И психологических Обмен веществ Там Остеохондроз Может быть Я же вас не вижу Насколько сутулая Может быть Она чрезмерно сутулая Попробуйте Выпрямлять спину Смотрите на себя сбоку Главное Чтобы ребра Не выпячились Дышите в спину Расправляйте спину Ну Опять Добавьтесь в друзья На индивидуальную консультацию Я вам дам Бесплатные Видеоматериалы Потренируйтесь Ну и да Предыдущий еще вопрос По поводу Как держать удар Мы время от времени Спаррингуемся И без шлемов Ну тогда Конечно Да Мы там аккуратно Делаем Чтобы пальцы В глаза Не попали И боремся Мы тоже Время от времени Без шлемов То есть Миксовать В шлемах Одни практики То есть Миксуем С защитой Без защитой На два вопроса Постарался ответить Так Ну и еще один вопрос В эфир от Александра Как можно воздействовать На крестец Давно По молодости Было серьезное падение Сначала прошло Теперь по сезону Бывают сильные боли Независимо от нагрузок Благодарю за ответ Во-первых Массаж креста Ну это Тут что На консультацию Но сейчас могу что сказать Массаж креста Движения тазом Ну наподобие Как Майкл Джексон Танцевал Разнообразные Движения тазом Как вот Танец живота Девушки танцуют Чем разнообразнее Движения тазом Там мышцы Они так или иначе В тазобедренных суставах Мышцы поясницы Бедер Они так или иначе С крестом Как-то связаны В общем Разнообразные Движения тазом Собственно Как бы крестом Ну там тазом Но концентрация на кресте Массаж креста Вот Сегментарный массаж Позвоночника Вот так Если коротко А так На консультацию Записывайтесь Хорошо Заканчивается вопрос Закончилось время Я тоже От себя Добавлю Есть очень Универсальный У нас Средст Такая Древнеславянская Буквица Она полезна Эта буквица Не только С точки зрения Познания этого мира И объяснения Много чего Но и с точки зрения Еще и здоровья Как-то Общаясь с одним человеком Он сказал Такую замечательную фразу А вы попробуйте Буквицы Задом рисовать Как будто У вас танкисточка Вот в копчике Согласен Вы увидите Когда вы по несколько раз Каждую буквицу Прорисуете Вот этот весь квадрат По несколько подходов Вы заметите Как у вас Нижняя часть спины Начнет нормально Функционировать У вас пропадут все боли И не только в спине Но и в коленях И повыше И со временем Эта практика Очень хорошо Плюс ко всему Вы одновременно И будете еще Эту буквицу изучать И плюс ко всему Каждый образ К вам будет приходить Более как-то красочно Так что И медитация И медитация И упражнения Так что Вот такая вот Интересная ситуация Ну что ж Эфир наш закончен Нам осталось В заключительной части Только что-то доброе Вечное сказать Подвести итог Сегодняшняя встреча Пожалуйста Михаил Прошу Ну что Всем здравия Во-первых Потому что Без здоровья Другие какие-то Блага Они как-то Не в радость Поэтому Здоровье В первую очередь Во-вторых Грамотно Это здоровье Использовать На благо Души Здоровье Физическое Иметь Использовать Его на благо Души Пользуйтесь Моими советами Проверяйте Свои Духовные Практики Ну и физические Понятно С помощью Погружения Хотя бы В какой-то Минимальный Экстрим Все Взвешивайте Перепроверяйте Вот Коротко Здоровье И духовного Роста Ну и естественно Благополучие Финансово Сейчас в наши Трудные времена Вот Думаю Три кита Здоровье Духовный Рост И Материальное Благосостояние Вот пусть они с вами Будут Три энергии Хорошо Напоминаю Что у нас сегодня По одному Из современных Календарей 1 июня 2017 года Четверг По одному Из старинных 11 день Месяца Ветров 7525 Лета Четверик Мы Говорили на тему Главный Секрет Всех Телесных Практик Или Как Понять Что вы На верном Пути С Михаилом Владимировичем Леменченко Благодарю Михаил Владимирович За очень Подробные Ответы Очень Хорошие Наставления Я думаю Хочу также Поблагодарить Алексея вас За то Что вы Меня Пригласили И Зрителей За хорошие Ответы И за Их достижения Там Некоторые были Не ответы А то Что люди Рассказывали Как они Применяли Вот Я за них Рад И За очень Радушный Прием За хорошие Вопросы Всем Благодарю И в первую Часть Алексея За то Что пригласил Да Благодарю Итак Также Наших Зрителей Слушателей Тоже Благодарю Выражаю Сегодня Поддерживали Наш эфир На самом деле Вопросы От вас Были Очень Разносторонние И без ваших Вопросов Наверное Эфир Таким интересным Не получился На семье С вами Прощаюсь Желаю Вам добра С вами был Алексей Орлов Народнославянское радио И Михаил Владимирович Клименченко До новых встреч Друзья мои Услышимся И увидимся Быть добру Народнославянское радио Все нужно Все важно Редактор субтитров А.Семкин